А начался новый 2016 год с новости трагичной. Строитель из Северной Кореи, который работал здесь, на объекте по адресу Черняховского, в ночь на 1 января, как и все, встретил праздник, а затем написал записку, где описал, как тяжело ему живется в последнее время. А дальше облился бензином, поджег себя и сбросился со стройплощадки. На утро тело случайно обнаружили местные жители, а приехавшие на место врачи и спасатели мужчину спасти уже не смогли. Он уже умер. Еще одну жизнь в новогодние праздники унесла дорога. 9 января водитель Toyota Corolla Axio в районе улицы Фадеева не справился с управлением и на высокой скорости врезался в опору освещения. От полученных травм 30-летний мужчина скончался, но за две праздничные недели это был единственный смертельный случай на дорогах Владивостока. За 11 дней во Владивостоке зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек пострадали, один погиб. Если сравнивать с прошлым годом, то за 10 дней января 2015 года произошло 18 ДТП, в которых погибших нет и 25 человек получили ранения. Положительно праздничные дни оценивают и в управлении МЧС. В выходные обошлось без серьезных массовых происшествий. Но единичные случаи пожаров и ухода автомобилей под лед все же доказали. Внимание горожан в праздники притупилось. Прошло более 150 пожаров. К сожалению, на данных пожаров погибло 6 человек. Совместными усилиями органов местного управления, подразделениями МЧС, органами надзора достигнули снижение более чем на 5 процентов гибели людей и снижение количества пожаров. Тем временем полицейские только за первые 4 дня праздников накрыли 6 наркопритонов по городу и краю и в общей сложности собрали 100 килограммов марихуаны. На этот раз отличились жители Ханкайского и Харольского районов. У них ликвидировали самые большие заготовки дурман-травы. А значит, обезопасили кого-то от неконтролируемых поступков. И все же без таких праздники, к сожалению, не обошлось. 10 января город узнал о зверском убийстве сразу четверых человек. Убийца страдал страшной алкогольной зависимостью. Жертвами 31-летнего мужчины стали его родные мать и отец, которые жили на Грязодубовой 55. При этом только убить ему показалось мало. Он отрезал половые органы отцу и почти отсек голову матери. Через пару дней бабушку с дедушкой приехал проведать внук. Удивился, что никто не открывает, ведь свет в квартире горел. Соседи криков о помощи не слышали, но о том, что парень опасен, знали уже давно. Мужчина несколько раз сидел в тюрьме. Деньги, наверное, просили. Вот только это я говорю. Только это. Почему, наверное, поругались, я так понял, что до этого с ними. Я так понял, что, наверное, поругались с ними, выгнали его и все. Он поехал, наверное, к своей подруге. То он себе там ругается, сюда приходит, к ней опять у них, то опять к ней мерится. Ту женщину, о которой говорил сосед, в тот день мужчина тоже навещал. Таким образом, еще две жертвы на Семирадского в районе Седанки. Пьяный душегуб убил свою 38-летнюю сожительницу, а вместе с ней и 8-летнего сына. Тела убитых он вынес на придомовую территорию, но задержали его не на месте преступления, а в краевом наркологическом диспансере, где он не раз проходил лечение. С его участием проведена проверка показаний на месте, назначено несколько судебных экспертиз. В том числе будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Следователям подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Примечательно, что плохая слава, у задержанного не только по месту жительства убитых родителей, но и в пригороде. 22 декабря задержанный совершил нападение на соседей. Но эта история закончилась довольно хорошо. Пострадавший оказал злоумышленнику сопротивление и вызвал полицию. Правда, там будущего убийцу долго держать не стали. Дали ему еще один шанс. Видимо, не поверили, что следующий шанс заберет человеческие жизни. Но если в этот раз его все же признают вменяемым, то за массовое убийство ему грозит пожизненное заключение. Инна Щедрова, Александр Бартовсюк. Новости на Восьмом.